Приветствую вас! И для начала мне бы хотелось, чтобы вы поняли для себя одну такую простую вещь, что ответ, который вам дадут эксперты, во многом зависит от того, какого вы хотите собственный ответ. Какой ответ вы, собственно говоря, хотите получить. Потому что, если вы задаете свой вопрос в раздел эзотерики, это прямо подтверждается, чем, например, что вы прилагаете свою фотографию и практически никак не раскрываете свои проблемы. С точки зрения психологии, да, с точки зрения психологии вы не описываете, вы не описываете того, что происходит с вами. Сейчас, сейчас. Ну вот, на данный момент. С точки зрения психологии вы не рассказываете, что с вами, с какого момента, там, в семье у вас не ладится, ну и так далее. То есть, вот, с точки зрения этой, с этой точки зрения, вы вообще не к психологу обратились. Как бы, ну, по сути дела, да, вы обратились не к психологу, а по сути дела вы обратились к эзотерикам. Вот здесь вот, ну, по тому же судя, судя, что вы написали, вот. И если это так, то я очень рекомендую вам все-таки, ну, свой вопрос переадресовать в раздел эзотерики, где, собственно, вам можно будет, ну, где вам помогут люди, которые работают непосредственно с фотографиями, да. И так далее. Вот. Это первое. Второе. Опять же, с точки зрения психологии нет никакого внешнего фактора, нет никаких внешних факторов, которые влияли бы на то, что у вас, в вашей семье не ладится что-то, ярко выраженных, по крайней мере, факторов, да, ярко выраженных факторов, нет. Именно конкретно ярко выраженных факторов, ну, внешних. Потому что, потому что, фактически, фактически, то, что с вами, с вами произошло, да, вот то, что с вами случилось, например, ну, это свидетель, это следствие. С вами определённых ваших, ну, проблем, действий, поступков и так далее. Вот. Конечно же, конечно же, ваша семья также, она отвечает за то, что происходит, но субъективный фактор, факторы в данном случае, если и имеет значение, то не первостепенно. Вот. То есть, например, если ваша жена, отдавая, допустим, себе отсчёт в том, что, ну, в том, что всё хорошо у вас, и она просто, ну, делает, например, выбор, делает выбор в пользу того, чтобы быть другим, да, ну, человеку, например. Вот. 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 Это её выбор. И вряд ли вы с этим выбором сможете что-то сделать. Вот. Вот. Но вы, если у вас нет своих собственных проблем, вы принимаете это решение адекватно и, собственно говоря, без какого-либо негатива. Вот. И всё. Соответственно. Поскольку, поскольку вы пишете о том, что проблема в семье не ладится, то я так подозреваю, что всё-таки ваши собственные противоречия, проблемы всё же имеют место быть. Вот. И всё, что нужно сделать, это определить, что это за проблема. Какие они что из себя представляют. Вот. И дальше уже будет понятно, что с ними делать, как их решать, ну и так далее, и так далее, далее. Вот. Как правило. Как правило. Проблема начинается с того, какое значение человек придаёт, ну, семья. Как правило. То есть, как правило, вся проблема, она вот в этом. Вот. И соответственно, если мы хотим, вот, ну, чтобы ситуация разрешилась, да, ваша, если мы хотим, чтобы она разрешилась. То я думаю, что необходимо разобраться в тем, в первую очередь, что вы вкладываете в это, в понятие, значит, семьи. Своей семьи. Вот. Что вы хотите от неё, от семьи, что вы хотите от семьи получать. Вот. Понимаете? Вот это то, что нужно вам обязательно себе разобраться. Это вот то, что вам необходимо себе разобраться. Вот. Вот. Дальше. Проанализируйте. Проанализируйте. Своё поведение. То есть, вот что я делаю. Как я поступаю. Как я себя веду. Например. Ну, допустим. Да? В отношениях. В отношениях. Вот. В отношениях там. С семьёй там. С женой, с детьми. Вот. К каким действиям это приводит? Что, как я себя веду. Какие действия? К каким последствиям это приводит? Точнее, не детям, а последствиям. Вот. Это приводит. То, как я себя веду. Ну, со своими, со своими родными. Ну, вот. Что из того, что получается, я хочу, чтобы было. А какие чувства у меня, у меня, ну, вот в этот момент, когда я поступаю. Каким-то определённым образом. Вот. То есть, что я делаю. Как бы. Да? Вот. Как я веду себя. Вот. Как бы вот это вот то, что, собственно говоря, нужно вам рассмотреть. Самому. Именно. Для себя. Именно. Именно самому. Именно для себя. Вот. Это то, что нужно. Вам. Именно. Работа нужна вам. Вот. И тогда, когда вы это рассмотрите. Тогда, когда вы это сделаете. Ну, я думаю, что ситуация нормализуется. Станет легче, проще для вас. Вот. И вы уже сможете в этом, когда ориентироваться. Понимаете? Основное. 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 Противоречие вашего вопроса заключается в том, что мы, психологи, не знаем, с чем имеем дело. Изначально. Изначально. Ну, то есть, вот. Изначально. Когда начинаем работу, да. Мы не знаем, с чем мы имеем дело. Мы не знаем, что происходит у вас. Мы не знаем вашу историю. Вообще, по сути, ничего не знаем. Вот. Мы не знаем, что у вас. Вот. И мы, мы. Получается. Должны сейчас угадать. То есть, вот в этом основная только ответов психологов и эзотериков. Вот. Отлично. Как бы, гадалки, они именно гадают, да, там, предсказывают о будущем, там, прочее, прочее, прочее. Вот. А психологи работают с той информацией, которая есть. Вот. И, соответственно, если вы хотите, ну, вот, в своей истории разобраться, в своей ситуации разобраться, если вы хотите, я думаю, это сделать. Вот. Ну, я бы вам рекомендовал бы все-таки более, ну, как бы, более, более подробно раскрыть свою проблему. Вот. На консультации, например, личной консультации, там, у эксперта, которого вы выберете. Допустим. Ну, допустим. Да, вот. Допустим. Выберете любого эксперта, который вам придется подошли. Ему все расскажете. Это с точки зрения психологии. А, с точки зрения эзотериков, да, вы можете просто задавать вопрос и вам скажете, что вот вам, ну, там, например, не суждено, там, что это женщина, там. Повторите, ну, допустим. Вот. И все. И вы это принимаете. Да. Понимаете? А, вот, по фотографии, да, по фотографии, мне кажется, что вы, ну, достаточно сильно склонны к тому, чтобы подавлять свои эмоции, достаточно склонны к тому, чтобы не выражать их свои эмоции, то бишь, вот. А потом, 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 когда, как говорится, подопрет совсем уже, вот. Ага. Значит, потом вы можете там, например, вспылить, да, вот, и выразить то, что, ну, то, что не выразили, не выражали раньше. Вот. То есть, я бы сказала, что эмоциональный интеллект, да, эмоциональный интеллект, у вас на довольно низком уровне. То есть, это именно эмоциональный интеллект. Это не интеллект в классическом понимании этого слова. Вот. То есть, ну, не путайте, не путайте, как бы, эти вещи. Это разные вещи. Вот. И если я прав, то работать, в первую очередь, вам нужно с чувствами. Потому что, если вы, допустим, ну, не можете выражать свои чувства адекватно, да, если вы не можете выражать свои чувства как-то вот, ну, так, как нужно, да, правильно, вот, конструктивно, то, соответственно, и отношения у вас складываться тоже не будут. Ну, потому что вы же не являетесь настоящим в отношениях. Вы же, вы же, вы же, вы же, как бы, ну, себя проявляете, вот так вот, да. Тут так, как, ну, так, каким вы не являетесь, вы себя проявляете. Вот. И хорошего в этом нет ничего абсолютно. Ну, для вас, по крайней мере, да, потому что, как бы, это ведёт только, как сказать, к ссорам, да, к негативу, к переживанию, к боли и так далее. Вот, в принципе, это всё, это вот единственное, к чему ведут такого рода выражение чувств. Второе, соответственно, как только вы, значит, будете обслеживать, значит, себя, да, как только вы будете обслеживать свои чувства, как только вы будете, научитесь, научитесь, наработаете навык, да, можно, так сказать, значит, адекватно выражать свои чувства, вот, конструктивно это делать. То есть, ситуация сразу начнёт улучшать, вот, потому что вы станете посвободнее, вы станете несколько, ну, более, более независимым, независимым, вот. И вам будет куда легче, легче и проще действовать, вот, чем вы действуете сейчас. Ну, потому что, да, потому что, потому что, потому что сейчас вы находитесь, вот, во власти своего жизненного сценария, который вам никак не позволяет из него выйти, выйти, по сути, вот, к сожалению. Вот, но это решаемо, это решаемо, всё, вполне, вот, главное, чтобы вы хотели этим заниматься, главное, чтобы вы хотели этим заниматься, вот. Может быть, это связано с тем, что вы жертвуете собой, вот, ещё я увидел, да, у вас такое вот жертвенное поведение. То есть, склонное действовать для других часто, значит, ну, в ущерб себе, вот, и потом ожидать от других, ожидать от других же, того, что они будут, ну, вам благодарить. Например, да, вот, они вас, соответственно, не благодарят, вот, ну, за то, что вы делаете, вот, и это в итоге приводит к негативу, ну, именно, вот, с вашей, с вашей стороны. Потому что вы-то хотите, вы-то хотите какую-то обратную связь, а обратную связь вы, соответственно, не получаете. Соответственно, здесь тоже нужно исследовать, что вы делаете, ну, конкретно для людей, да, то есть, вот, ну, просто, что вы делаете для людей. Как вы выражаете свои желания, как вы совершаете те или иные действия, например, чем руководствуете, а для чего вы их делаете. Вот. Вот. А чего ожидаете, да, вот, чего ждёте, это, то есть, такой, очень, очень, ну, очень важный, важный момент, чего ждёте. Вот. Вот. Потому что, ожидание, а она же, надежда, ну, одна из самых неприятных историй, ну, в жизни человека. Вот. И, соответственно, если, если вы, вот, разберётесь с тем, чего вы ожидаете, с тем, чего вы хотите, вот, то, соответственно, будете себя, опять же, гораздо лучше чувствовать, и не будете обвинять других людей, не будете ожидать от них, не будете испытывать разочарование. Вот. Но, понятно, что вы в этом состоянии оказались не случайно, и что вы, ну, живёте так, не первый месяц, это, наверное, может быть, даже и не год. Ну, вот, поэтому, я думаю, что есть определённые причины, по которым вы так всегда ведёте. То есть, вы, может быть, причины могут быть, на самом деле, самыми разными, да, могут быть причины такие, что вы, ну, просто считается, что, вот, ну, другого вы недостойны. Ну, другой жизни недостойны, там, и так далее. Вот. То есть, по-другому может быть. По-другому может быть. Но однозначно, однозначно, однозначно. Однозначно. Вот. Обесценивание. Вот. Обесценивание себя, это, прямо, вот, то, что я вижу. Вот. Обесцениваете себя, вы пронесаете себя, обвиняете себя, себя, вы. И, вот, это тоже мешает построению здоровых отношений, да. Ну, а как, 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 как можно построить отношения, если, соответственно, внутри идёт какая-то борьба постоянно, да. Вот. Ведь, чтобы выстраивать отношения с людьми, да, нужно, чтобы, как бы, борьбы не было, да. Чтобы, ну, чтобы человек был свободен от борьбы. Ну, а вы, соответственно, постоянно, ну, постоянно или периодически боретесь с собой, и, соответственно, это очень мешает. Вот. Вот. Ну, и обесценивание, обвинение, это, если эти братцы, действительно, действительно вовсе, да, то это, достаточно, такой, серьёзный момент, момент, вот. Потому что, этому вы научились в детстве, с таким, ну, такому поведению вы научились в детстве, и, соответственно, имеете с этого какую-то определённую, ну, выгоду, да. То есть, какая-то выгода у вас есть. То есть, благодаря этому, вы, вы что-то, эмм, для, ээээссия, получались, получается. Вот. Благодаря этому. Вот. Что именно? Что именно вы получаете? Это, нужно выяснять. Вот. Но то, что получается, это факт очевиден. Вот, и, в основном, все отношения, вот, ну, которые вы устраиваете, вот, все отношения, они и нужны вам, собственно, для того лишь столько, чтобы вот, значит, подтвердить свою позицию о себе, что вот, мол, вот я, да, вот я, я вот такой, я вот такой. И я общаюсь с людьми, и я доказываю только, что я такой, что я плохой, вот. Но я и буду действовать, вот так, через, ну, через негатив, потому что, ну, а как, да, я по-другому не умею. Понимаете? Поэтому вот примерно, примерно так вам и можно ответить на ваш вопрос, да, примерно так можно вам раскрыть ситуацию с точки зрения психологии, с точки зрения, с точки зрения именно психологии, вот. Ну, и, соответственно, предположим, предположим, что мы нашли причину, по которой вы, ну, по которой вас не ладит, ну, что-то, что-то в семье, да, предположим, предположим. Что дальше? Что делать дальше будете? Понимаете? Вот это ладно. Что вы будете делать дальше? Э-э-э, с этой историей. Вот. Понимаете? Потому что, причину-то нашли. Окей. Хорошо. А, дальше что? То есть, э-э-э, вы хотите только узнать? М-м-м, почему? А исправить вы не хотите? То есть, какова ваша цель? Конечная, конечная цель. Понимаете, да? Вот. Поэтому с этим, э-э-э, с этим тоже нужно будет работать. Вот, если вы настроены серьезно, с этим нужно будет работать, и по итогу вы получите обновленного себя, вот, и обновленный взгляд на свою семью. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.